Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Белгородский госуниверситет. Официальный визит начался с опытно-производственного участка НИИ фармакологии живых систем. Здесь ученые работают над созданием экспресс-тестов для определения чувствительности к различным лекарствам и веществам. Это стратегическая задача. Пока технологии опробируют в животноводстве. Уже запущено производство экспресс-тестов для определения стельности коров. В прошлом году выпустили более 10 тысяч тестов. В этом планируется увеличить объем производства в 5 раз. Спрос высокий. Разработки ученых позволяют многократно сократить срок определения стельности крупного рогатого скота. А это сотни миллионов рублей экономии. Мы можем определить стельно-инвестивно-коров на 21 день. Это очень важно, потому что любой день простой стоит денег. Средний простой, как нам говорят специалисты, 200 дней. Пустую. То есть корова не должна пустой простаивать, она должна, значит, рожать в стиле. Ну, чтобы давать мало. Да. И в то же время разница в кормежке. Если она стельная, ее кормят усиленно. Если она пустая, ее кормят нет. Свыше 80% лекарственных форм фармацетических это таблетки. Значит, здесь представлено все оборудование, которое необходимо нам для того, чтобы получить любую таблеточную форму. Вячеслава Гладкова знакомится с научно-учебным комплексом по моделированию производства лекарственных препаратов. Он открылся прошлой осенью на базе Института фармации, химии и биологии. Это четыре лаборатории, где студенты, аспиранты изучают технологии изготовления лекарств, проходя все этапы. Отсмешивание ингредиентов до определения количественного и качественного состава препаратов. Ученые института сегодня активно сотрудничают с НОС инновационное решение ВПК и увеличивают спектр исследований. Научно-образовательный центр инновационное решение ВПК значительно расширил наши возможности. То есть помимо лекарственных препаратов для людей, мы сейчас занимаемся активно изготовлением ветеринарных препаратов. Ну и как бы еще одно из направлений это получение продуктов функционального питания. Центр сотрудничает с племенными хозяйствами из 12 субъектов страны. Ученые университета занимаются внедрением молекулярно-генетических технологий в аграрный сектор. До конца года в России должно быть создано не менее 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров. Министерство образования и науки объявило конкурс проектов. Университет подал заявку на участие. Разработанный проект рассчитан до 2025 года. Бюджет более 400 миллионов рублей. Реализация данного проекта позволит сократить сроки введения новых высокопродуктивных стат в два раза, сократить затраты на создание высокопродуктивных товарных стат более чем на 90 процентов, избежать ГМО, то есть мы не создаем генетически модифицированных животных, осуществить импортозамещение в области племенного животного, ввести документальное сопровождение племенных животных в соответствии с международными рекомендациями, генетической паспортизацией и укрепить позиции Белгородской области как территории инновации в области сельского хозяйства. Исследования в области генетических технологий, направление которому в университете уделяют пристальное внимание. В рамках НОЦИНА эмоционное решение ВПК реализуется в частности проект по созданию и изучению пород трансгенных животных для использования в сельском хозяйстве. Конечная цель – повышение качества и продолжительности жизни человека благодаря использованию генной терапии в клинической практике. В ходе знакомства с научным потенциалом университета в Рио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков посетил научно-образовательный центр ботанический соотнию БЛГУ. Ознакомился с исследованиями, которые проводятся в лаборатории биотехнологии растений, экспериментальной ботаники, лаборатории генетики и селекции растений. За последние 10 лет в укрепление научной материально-технической базы университета было вложено более 2 миллиардов рублей. У нас 56 в общей сложности научных направлений, но в последнее время мы сфокусировали все эти 56 направления вокруг 4 основных групп. Это группа, связанная с материаловидениями, нанотехнологиями. Следующее направление – это генетика селекции, собственно, то, что больше всего мы сегодня с вами посмотрели. Ну, наконец, это биотехнологии и геоинформационные космические технологии с целью управления устойчивым развитием региона. Вот 4 сгруппированные блока основные, вокруг которых мы сейчас объединяем, это уже второй год подряд, наших ученых, интеллектуальный потенциал и денежные средства. В этом году мы на 118 миллионов мы закупаем в лучшем уровне. Прежде всего мы добавляем вот на эти направления. В НИО БЛГУ более 60% – это молодые ученые. Некоторые из них уже защитили докторские диссертации и занимаются разработками мирового уровня. В ходе рабочего совещания молодые исследователи представили уникальные проекты в области ядерной физики, материаловедения и биотехнологии. Белгородский госуниверситет сегодня имеет огромный научный потенциал, отметил Вячеслав Гладков. Именно от инновационных разработок зависит дальнейший прогресс и развитие многих направлений в экономике страны. Уровень лабораторий, уровень оборудования, который сейчас уже в университете есть, оно соответствует или даже превосходит все, что есть на территории России. Мне кажется, это единственная возможность уверенно смотреть в будущее. Если мы не будем иметь лаборатории, оборудование, мы никогда не удержим здесь молодежь. Она, конечно, как они сами говорят, она крутая. Они просто такие очень, не просто увлеченные, это настоящие ученые, которые, я даже не сомневаюсь, что это будущие нобелевские лауреаты, которыми уже сейчас гордится Белгородская область. Одна из главных задач сегодня – использование инновационных разработок в практической области. Вячеслав Гладков поддержала директора университета Олега Полухина по созданию регионального института перспективных научных направлений и опытных производственных лабораторий, которые должны стать основой новых конкурентных производств.